Пьеса «Страх. Комедия». Действие первое, картина первая. Гоглевский бульвар. Жара. Люди гуляют, оркестр играет фокстрот и лилуя. Две или три пары танцуют. Кто-то ест мороженое, кто-то пьет пиво или нарзан. Летняя московская идиллия. На том берегу возвышается не подающаяся никакому описанию громада храма Христа Спасителя. Гуляния вдруг прерываются свистками милиционеров, людей оттесняют с набережной, все оцепляют. Кто-то дает команду, махнув рукой куда-то вниз. И вдруг, к всеобщему изумлению и ужасу, храм Христа Спасителя взрывается. Разрушается храм, падают маковки. Опадает мрамор, осыпаются барельефы с нимбами. Валятся, словно спиленные сосны, кресты. Клубы пыли и дыма несутся от храма на оцепеневшую толпу. Заволакивают ее, покрывают, заглатывают и навеки скрывают от печального взора небес. Картина вторая, квартира Булгаковых. Жена Булгакова, Любовь Евгеньевна Белозерская, причёсывается перед зеркалом, надевает шляпку. Из комнаты выбирается Булгаков, он не брит, взъерошен в пижаме. Булгаков, Люба, не уходи. Пожалуйста, я что-то... Я не хочу оставаться один, Белозерская. Ну, а я не хочу сидеть здесь. Булгаков, я не могу оставаться один, Белозерская. Опять фантазии. Булгаков, нет, это не фантазии. Я серьёзно. Не уходи, Белозерская. Но меня ждут. К тому же тебе бы тоже надо идти. Тебя ждут в театре. Булгаков, совершенно необязательно туда ходить. Я у них и так как бы служу. Вот, мне даже зарплату прислали. Белозерская, за зарплату надо работать. Мака Булгаков, а я работаю. Я пишу пьесу, точнее переписываю. И они об этом знают. Белозерская, не запретят снова Булгаков после того, как позвонил. Он... Белозерская пожимает плечами. Булгаков, ну ты права. В Амхат сходить надо. Ты не составишь компанию. Белозерская, с удовольствием. Ты когда собираешься? Булгаков, сейчас. Белозерская, извини, но нет. У меня другие планы. Придется тебе идти одному. Булгаков, я не могу. Белозерская, почему? Булгаков, страшно. Белозерская, не вдумывай. Мака, я пошла. А ты решай, идти в театр или сидеть дома. В конце концов, ты же пишешь пьесу. Белозерская направляется к двери. Булгаков кидается ей на перерез. Останься, я прошу тебя. Белозерская, отойди. Булгаков бросается на колени. Я умоляю, я не могу тут. Я наложу на себя руки. Белозерская, это шантаж. Булгаков, я серьезно. Я боюсь, что в дверь постучат. Белозерская, постучат? Откроешь. Булгаков хватает ее за руки. Нет. А если это те, кому нельзя открывать никогда? Белозерская, так не открывай. Никого нет дома. Булгаков, они знают, что я здесь. Их не обманешь. Белозерская, это что? Нечистая сила? Булгаков, да. Черти, демоны, мефистофель. Белозерская, повесь распятие над дверью. Он не проскочит. Булгаков, тогда меня арестуют за распятие. Белозерская пытается вываться. Мак, это не смешно. Булгаков, они влезут в окно, пройдут сквозь стены, протекут по проводам. Белозерская, отпусти меня. Белозерская освобождается от рук Булгакова, быстро идет к двери. Булгаков в отчаянии на полу. Белозерская открывает дверь, чтобы выйти. Булгаков кричит ей вслед. Тогда приведи, позови ее. Белозерская останавливается, потом закрывает дверь, медленно поворачивается, смотрит на жалкого мужа, подходит, вглядывается. Морфий, ты снова стал себе впрыскивать. Да? Я давно подозревал, и ты не выдержал. Булгаков, да нет же, нет, ну где бы я взял. Это другое, Белозерская, просить жену, привести любовницу. Булгаков, ну ты же не можешь побыть со мной. Мое состояние очень серьезно, повторяю, это приступ не растения. Я понимаю, но от того, что я понимаю, мне не легче. Я не могу быть один. Белозерская отталкивает его голову. Ты негодяй. Булгаков, ты приведешь ее? Пауза, Белозерская думает. А по телефону Булгаков нельзя. Белозерская с пониманием кивает. Белозерская, пока я буду ходить, тебе придется побыть в одиночестве. Булгаков, это ничего, это можно. Белозерская встает, идет к двери. В дверях еще раз оборачивается. Негодяй. Она выходит. Булгаков поднимается, отряхивает колени. Подходит к зеркалу, перед которым прихорачивалась любовь Евгеньевна. Увидев себя, морщится, приглаживает волосы, застегивает на пижамной куртке пуговицу. Оборачивается на свой портрет, висящий на стене. На нем он молодой, уверенный в себе. Портрет написан в недолгую пору театрального успеха Булгакова. Сейчас он совсем не похож на портрет. Взъерошенный, напуганный, затравленный. Морщится, глядя на него, еще больше, чем от собственного отражения в зеркале. Булгаков зовет. Груня! Появляется кроткая и тихая домработница Груня. Так он все-таки не один. Булгаков достает из кармана портмоне, дает Груне деньги. Сходи в магазин, купи закуски, какую-нибудь и бутылку шампанского. Груне, капай закуски, Халнасич. И куда идти, Булгаков, ну в диету сходи, я не знаю. Икры купи, мандаринов. Груне, мандарины в мае, это только в Тарксине, если. Да меня туда не пустят без валюты-то. Есть у вас валюты, Халнасич? Булгаков вдруг кидает на Груню злобный взгляд. Нет у меня валюты, что за вопросы? Тебя что тут, вопросы задавать держат? Иди, стой, не уходи пока. Пойдешь, когда придет кто-нибудь. Груне, Любовь Евгеньевна, Булгаков, кто придет, тот придет. Иди. Груне кивает, выходит. Раздается стук в дверь, Булгаков вздрагивает. Он отходит задом к спальне, глядя на дверь. Стук повторяется, Булгаков совсем уж собирается скрыться в комнате, как вдруг выходит Груне в платочке, повязанном на голову. Так я пойду, Халнасич. Булгаков, стой, я же сказал, пойдешь, когда придет кто-нибудь. Стук в дверь, делается настойчивее Груне. Так вот же, Булгаков, не открывай. Но Груне уже открыла, Булгаков вскрикивает и зажмуривается. Но на пороге оказывается всего лишь маленькая и хилая фигурка Мандельштама в сером балахоне. Мандельштам прикладывает палец губам. Сссс. Булгаков открывает глаза. Мандельштам, почему вы кричите? Здравствуйте. Булгаков, Осип Эмильевич, господи. Я как, я так рад. Мандельштам, боитесь? Правильно. Я присяду. Ноги не держит. Еле хожу. Булгаков, что снова хвораете? Иди, Груне, иди. Груне, пожав плечами, уходит. Мандельштам, не в этом дело, понимаете? Все катится куда-то. Все понимаю. Понимаю, что не избежать. Привык уже. Но ноги подлые дрожат. Мандельштам говорит глухо, направляя слова нижней, висящей губой куда-то вверх, приглядящих вниз в глазах. Булгаков, хотите чаю? Груня? Мандельштам, Груне ушла. Булгаков, это ничего. Чай я и сам могу разогреть. Мандельштам, не надо. Не уходите. Посидите со мной. Булгаков, вам тоже страшно? Может, тогда водки, коньяку? У меня где-то оставалось. Пару дней назад были гости. Мандельштам, гости теперь часто. Это естественно. Когда народу много, труднее обыскивать. Пусть гости сидят до утра. Зовите к себе людей почаще. Хоть трусов, хоть подлецов. Пусть толкутся. Булгаков, а я не могу из дома выйти. Почему-то. Мандельштам, из дома уходить тоже хорошо. Пришли к тебе, а тебя нет. Что уж тут. Я вот хожу по улицам и читаю стихи. Я ж ничего не записываю. Диктую, потом заставляю Надю их заучить. И уничтожаю. Булгаков, хорошо быть поэтом. Мандельштам, да. Но на одну Надину память полагаться нельзя. Вот я хожу и читаю. Может, кто-нибудь запомнит. Булгаков, а вас тоже не печатают. Мандельштам, какое? Да если б печатали, я бы не рад был. Булгаков, почему? Мандельштам, да ведь у нас, если печатают, значит, разрешено. А если разрешено, кем? Ими. Что ими может быть разрешено? Нет, Михаил Фанасьевич, в наши дни писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо. Хочу бить их палкой по голове. Я бы запретил им вступать в брак и иметь детей. Булгаков хихикает. Мандельштам, как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать, в то время как отцы запроданы ревому черту на три поколения вперед. Булгаков перестает хихить, наглядывается по сторонам. Мандельштам, боитесь, и я боюсь, но нельзя поддаваться, и бороться не хочется. Я не Дон Кихот, а они все равно сильнее. Они нас съедят, сомнут, прожуют и не заметят. Вот послушайте, какие стихи я читаю на улице всем, кто соглашается слушать. Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища, а вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет, как подковы куек за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Пауза. Вулгаков потрясен. Он бледен, вжал голову в плечи, не может пошевелиться. Мандельштам. Что? Хорошие стихи? Вулгаков выдавливает. Я не специалист. Как-то я к стихам почти равнодушен. Мандельштам, понимающий, кивает. Последнюю строчку надо бы приподнять, если успею. Смотрит на оцепеневшего Вулгакова. Что? Теперь не предложите мне? Не чаю, не водки? Правильно. Прокаженного надо гнать, коли не можете исцелить. А вы не можете, потому что сами еще пока не устали бояться. Их самая главная подлость как раз в том и состоит, что всех нас они подцепили на страх. Самый первый страх, самый главный. Страх физического уничтожения. Маяковский испугался до того, что решил все сделать сам. Его загнали, как волк, а он и кинулся на ружье. А я вот им работу облегчать не стану. Потому что я не волк. Я человек. И по их волчьим правилам играть не буду. Много чести. Я больше не боюсь. Я подожду. Ну, правда. Ну, что вы смотрите. Нет, сначала я только делал вид. А теперь в самом деле не боюсь. Только ноги дрожат. Но я научился. Я жду. Пусть со мной придут. Пусть застанут дома. Ко мне давно никто не ходит. И в гости не зовут. Так что в любую ночь милости просит. Не провожайте. Я уйду сам. Мандельштам встает. Жалкий, сутулый, выглядит стариком. Хотя одних лет с Булгаковым. Шаркая, скрывается за дверью. Булгаков сидит потрясенный. Пауза. Входит Елена Сергеевна. Булгаков. Лена. Он бросается к ней, обнимает. Елена Сергеевна, кто сейчас выходил от тебя? Мандельштам. Булгаков кивает. Кажется, он сошел с ума. Елена Сергеевна, он не поздоровался? По-моему, он вообще ничего не видит. Меня не заметил. Булгаков вдруг замечает, что он до сих пор в пижаме. Булгаков, извини, подожди, я сейчас. Булгаков убегает в другую комнату. Елена Сергеевна осматривается, смотрит на портрет Булгакова. Входит Груня. Груня, хала, Настя, шампанское достало. Икры только 300 граммов. А вот фруктов замечает Елена Сергеевна. Здрасте, Елена Сергеевна. Добрый день. Булгаков появляется на пороге. Он в костюме. И галстуки бабочки причёсан. Булгаков, спасибо, Груня, вы можете идти. Груня гаденько смеётся. Булгаков, Груня, вы свободны. Груня, как скажете, хозяйке не говорите, что ли? Червонец дайте. Елена Сергеевна прячется улыбку. Булгаков, Груня, указывает на дверь, повышает голос. Пожалуйста. Груня, а что ведь вы на меня кричите? Не те времена. И мы в своём праве. А что вы женщин водите? Так это мы в газете пропишем. Я гляжу газетку, ты вы шибко боитесь? И правда, над столом Булгакова на стене вырезки из критических статей. Булгаков, вон. Груня, увольняйте, что ли, расчёт дайте. Булгаков чуть не руками выпихивает Груню за дверь. Груня, да что вы руки распускаете? Не те времена. Караул! Булгаков, наконец, закрывает за нею. Булгаков поворачивается к Елене Сергеевне. Извини. Садись. Лена, хочешь шампанского? Булгаков открывает, наливает, пытается делать это ловко, красиво, галантно. Елена Сергеевна было жестоко посылать за мной Любу. Булгаков, мне больше некого. А я должен был тебя видеть. Я не могу без тебя. Елена Сергеевна, Люба была настолько любезна, что просила передать. Ночевать она не придёт. Булгаков, она чудная, правда? Давай из неё выпьем. Елена Сергеевна усмехается. Пьют. Булгаков, ты останешься? Елена Сергеевна уходит от ответа. Этот костюм тебе очень идёт. Ты в нём похож на этот портрет. Булгаков, а я его боюсь. Елена Сергеевна, костюм. Булгаков, портрет. На нём тускнеют краски. С каждым днём. Это предвещает что-то очень-очень плохое. Елена Сергеевна, тебе кажется. Но как это может быть? Булгаков, вот именно. Тут дело не чисто. Может, он предрекает мне, что ты уйдёшь от меня? Не уходи. Елена Сергеевна, налей мне ещё. Булгаков наливает. Елена Сергеевна, говорят. Тебе звонил Сталин. Булгаков со страхом расплескал шампанское из своего бокала. Кто говорит? Елена Сергеевна, вся Москва. И не делай вид, что ты этого не хотел. Сам же и распустил этот слух. Булгаков, я? Нет. Ну, может быть, он... Булгаков залпом осушает свой бокал. Елена Сергеевна смеётся и над этим. Елена Сергеевна, расскажи мне об этом разговоре. Я хочу знать подробности. Булгаков, это был очень странный разговор. Он говорил со мной так, как будто он в этот момент был в бане. Говорил со мной, как из бочки. Свет выхватывает из тьмы левый верхний красный угол. Мы видим классический кабинет Сталина, но посреди этого кабинета стоит огромная бочка, в которой сидит Сталин. Видна только его голова. В его зубах дымит трубка, а у уха телефонную трубку держит молодой дюжей чекист в форме в фуражке. Другой такой же, чекист-брат-близнец первого, стоит по другую сторону от бочки, держит на готове на вытянутых руках белую простыню. Сталин. Здравствуйте, товарищ Булгаков. Это Сталин с вами говорит. Булгаков я оробел, конечно, но ответил ему, что рад. Сталин встает в бочки в полный рост. Сталин. А что? Может быть правда отпустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели? Сталин начинает выбираться из бочки, тряся голыми телесами. Все это время левый чекист пытается удержать телефонную трубку у уха Сталина. Елена Сергеевна, откуда ты знаешь, что он в этот момент стал из бочки вылезать? Булгаков, ну ты же просил о подробности? Вот я и пытаюсь их вспомнить. Елена Сергеевна смеется. И что ты ответил? Булгаков, я ответил, что много думал в последнее время, и мне кажется, что русский писатель не может существовать вне своей родины. Елена Сергеевна. Находчиво, но неправда. Булгаков виноват и пожимает плечами. Первый чекист начинает оборачивать голову Сталина простыней. Сталин, вы где хотите работать? В художественном театре? Булгаков, да, я хотел бы, но мне там отказали. Сталин, а вы подайте заявление туда. Мне кажется, они согласятся. В этот момент правый чекист надел на голову Сталина лавровый венок, и Сталин стал нейроном с усами и трубкой во рту и застыл памятником самому себе. Левый чекист убрал от его уха телефонную трубку, и оба близнеца в фуражках почтительно склонились перед отцом народов лучшим из людей. Елена Сергеевна, в самом деле, Рим периода упадка. Но ты же так мечтал уехать. Что же ты? Булгаков усмехается с пониманием, но отвечает явно не то, что у него на уме. «Знаешь, я подумал, ведь я в письме написал, что хочу уехать с женой, любовью Евгеньевной, а я не хочу с ней, я хочу с тобой. Не мог же я Сталину сказать, мол, Иосиф Виссарионович, вы подождите, я сперва переженюсь, увезу жену одного из ваших военачальников, а потом кабинет Сталина гаснет, Елена Сергеевна смеется, Булгаков любуется ею. «Булгаков, как же я люблю твой смех, я правда хочу, чтобы ты была со мной, всегда, останься». Булгаков целует ее. «Елена Сергеевна, я не смогу остаться у тебя сейчас, почему, что мешает, я все еще замужем, развод, я требую в конце концов, ведь ты его не любишь, ты любишь меня». «Елена Сергеевна, ну и что, он хороший человек и не сделал мне никогда никакого зла, я не хочу, чтобы у него осталось в памяти, что я убежала от него ночью». «Булгаков, ты добрая, ты великодушная, Елена Сергеевна освобождается от его объятий, я объясню с ним и вернусь завтра утром». «Булгаков, я не доживу до утра, мне очень плохо, я понимаю, что нездоровка, я не могу, мне страшно». «Елена Сергеевна, милый мой, хороший, что же они с тобой сделали? Потерпи только до завтра, Булгаков, нет, Люба не придет, даже Гру не ушла, я не смогу, я пойду с тобой». «Они собираются выходить, открывают дверь, но на пороге стоит Шиловский с двумя мальчиками, Женей десяти лет и Сережей шести лет. Шиловский в полной военной форме, Булгаков цепенеет, Елена Сергеевна мгновенно приходит в ярость. «Евгений Александрович, вы подслушивали, Шиловский, нет, мы только подошли, но того, что услышали, довольно, Елена Сергеевна, зачем же вы пришли? Шиловский, Лена, я за тобой». «Елена Сергеевна, я, видите ли, с вами развожусь, товарищ Шиловский». Шиловский, нет, нет, этого не может быть, этого не будет, полтора года прошло, вы обещали, что все кончено, что видеться не будете. И вот снова, Булгаков, есть вещи, которым противиться невозможно. Мальчики жмутся к отцу. Шиловский, я умоляю вас, Елена Сергеевна, отдумайтесь, пока не поздно, подумайте, что вы теряете. Оглядывает комнату, посмотрите на что, вы меняете свою жизнь. Елена Сергеевна, я все знаю, Евгений Александрович, уже столько раз все передумала. Я несчастлива с вами, отпустите меня, пожалуйста. Шиловский, а с ним, с ним ты будешь счастлива? Посмотри, ведь он же явно ненормальный, Булгаков Евгений Александрович. Шиловский, машет рукой, с вами никто не разговаривает. Булгаков, вы у меня в доме. Шиловский, у вас в доме моя жена. А быть здесь ее не должно. Булгаков, это не вам решать. Шиловский, подумай, Елена, что скажут в армии? Жена начальника округа, командующего, уходит к какому-то... Булгаков, не стоит говорить того, о чем потом пожалеете. Женя, папа, пойдем, я спать хочу. Елена Сергеевна, зачем ты притащил мальчишек? Шиловский, чтобы ты увидела, чего ты лишишься? Но если не обо мне, подумай о них. Каково им будет расти без матери? Я ведь тебе их не отдам. Елена Сергеевна, ты не сделаешь этого, Евгений Александрович. Ты не способен на подлость. Шиловский, а ты? Ты способна изменить мне с кем? С ним? Да еще и уйти. Елена Сергеевна, ну посмотрите на него. Посмотри на него, Лена, ведь он же тонет. Писатель, которого не печатают. Драматург, чьи пьесы запрещены. Ты утонешь вместе с ним. Елена Сергеевна, что ты знаешь о нем? Шиловский, того, что я знаю, довольно. Что у него есть? Ничего, кроме звонка хозяина. Булгаков, вашего хозяина? У меня хозяев нет. Шиловский, ты, контра, белогвардейский сукин сын. Мальчишки перебегают и теперь жмутся к матери. Булгаков, вы, я смотрю, читали газеты. Белогвардейцам меня ругаете. Вы, артиллерийский офицер, поручик. Шиловский, я красный, я кровью искупил. Булгаков, или своих предали. Шиловский в ярости. Он выхватывает пистолет. Булгаков меняется в лице, бледнеет, но не трогается с места. Елена Сергеевна, Женя, не надо. Она виснет на его руке, а Женя, папа, Сережа, мама. Мальчики виснут на матери и отце. Булгаков стоит перед Шиловским в городе и прямо с большим достоинством. Булгаков, Евгений Александрович, возьмите себя в руки. Вы же не станете стрелять в безоружного. Дуэль, пожалуйста. Шиловский стряхивает себя с женой и детей. Подходит к Булгакову, заглядывает ему в глаза. Почему? Почему вы? Булгаков пожимает плечами. Этого нельзя объяснить. Шиловский смотрит на Елену Сергеевну. Елена Сергеевна, если бы я осталась с тобой, я бы в конце концов отравилась. Шиловский убирает пистолет, забирает мальчишек, идет к двери. Женя смотрит вперед, Сережа оборачивается, все время глядит на мать. У нее в глазах стоят слезы. Дверь за тремя Шиловскими закрывается. Елена Сергеевна отпускает себя, плачет. Булгаков обнимает ее. Все образуется, Лена. Он успокоится и не запретит тебе видеться с детьми. Он не посмеет. Елена Сергеевна поднимает заплаканное лицо, улыбается сквозь слезы. Все ты врешь. Ничего тебе не страшно. Я видела. Булгаков еще как страшно. Берет за подбородок. Поклянись, что я буду умирать у тебя на руках. Елена Сергеевна, что, что за мрачные глупости? Булгаков, поклянись. Елена Сергеевна, ребячество. Ну хорошо, клянусь. Булгаков, вот так. Теперь я спокоен. Теперь все будет правильно. Он обнял ее, спрятав голову в волосах. И так застыл. Входит Белозерская. Простите, мне некуда идти. Ночью на улице боязно. На вокзале пристают какие-то пьяные. Булгаков, мне казалось, у тебя тоже кто-то есть. Белозерская. Я видела взъерошенного Шиловского с сыновьями. Вы объяснились? Булгаков, да, Люба. Теперь нам надо объясниться с тобой. Белозерская, не надо. Булгаков, однако, я поражаюсь твоему спокойствию. И даже как-то тянет устроить сцену. Белозерская, а разве ты еще не получил сцену? Станиславский. Станиславский, когда говорит, заметно шепеляет. Видно неудачно сделана вставная челюсть. Рядом со Станиславским сидит плотный, вполне почтенный, но молодой, еще относительно Станиславского, режиссер Илья Судаков. Станиславский. Нет, 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 друзья мои, это никуда не годится. Ну что вы устроили, беготня какая-то, скандалы зачем? Вы что же думаете, чем громче вы будете кричать, чем шире, понимаете ли, руками размахивать, тем интереснее на вас будет смотреть? Как вы считаете, Илья Яковлевич, а кому это Станиславский? Неужели о Булгаковой, Белозерской, Елене Сергеевне, ее мужа и сыновьях, которые только что разыграли сцену скандала? Режиссер, совершенно с вами согласен, Константин Сергеевич Станиславский. Ну вот, да и к тому же, про кого мы играем, про кого пьеса, ведь это же гений, великий писатель, драматург, вот это вот, понимаете ли, нужно играть, а не вот это вот, понимаете ли, адюльтер. Ну что в самом деле публика адюльтеров, что ли, не видела? Важно, с кем все это происходит, верно же, Илья Яковлевич. Неужели действительно до сих пор всего-навсего разыгрывали сцены из жизни драматурга Булгакова? Ну а тогда почему их ставит сам Станиславский? Режиссер, совершенно верно, Константин Сергеевич. Да только у автора так написано, так мы и играем. Станиславский, ну так что же, что автор? Автор, слава богу, здесь, жив и здоров. Булгаков, предлагаете автора убить? Нет, Булгаков здесь, очевидно, присутствует качество автора. Станиславский, ну зачем же так радикально? Попросим Михаила Игнатьевича слегка подправить, сделать, так сказать, творческую составляющую, образ доминирующий. А вот все это копание в грязном белье великого человека? Булгаков, я Михаил Афанасьевич. Станиславский, ах, простите, нам нужен гений, гений, понимаете? Чтобы выходил артист на сцену и сразу было ясно, вышел гений. Булгаков, так зачем же Константин Сергеевич? Это ж пока репетиции без костюмов, вот и непонятно. А когда выйдут дамы, да и мужчины в костюмах эпохи Мольера, сразу станет ясно, кто перед нами. Вот это о чем, о репетициях булгаковского Мольера. Станиславский, это вам ясно, вы писали, вы погрузились, так сказать. А нам не ясно, нам нужна психологическая глубина. А костюмы это так, костыли. Булгаков мне наоборот хотелось показать, что великий человек, он в общем обычный человек. Он любит злиться, он ошибается. Станиславский, но при этом он велик. Вот если бы он у вас любил, злился и ошибался, и как великий человек, а не как разгильдяй, понимаете ли, какой-то булгаков, это как, позвольте спросить? Станиславский, этого я не знаю. Вы же автор, вот вы и напишите булгаков, я не смогу. Из темноты выступает демоническая личность, директор театра Егоров. Блестящие глаза худобами фистофельская бородка. Егоров, вы извините, у нас договорчик. Автор обязуется по требованию театра вносить любые правки. Булгаков, но автор не может вносить правки, убивающие пьесу, даже по требованию театра. Егоров, у нас договорчик. Булгаков, вносите сами. Егоров, верните аванс. Булгаков задыхается от такой надлости. Булгаков, верните пьесу. Станиславский, это позвольте, это зачем же? Булгаков, отнесу ее в другой театр. Вахтанговцам или вообще Мирхольду. Станиславский, зачем же такие радикальные меры? Егоров шипит, у нас договорчик. Станиславский, послушайте, Афанасий Никитич, вот когда мы работали с Антоном Павловичем, Булгаков, я Михаил Афанасьевич, и я не Чехов. Станиславский, это мы видим. Но он соглашался вносить изменения в текст, которые были необходимы по психофизике артиста. Вы понимаете? Булгаков, я не вижу, что то, что вы просите, было бы так уж необходимо. Ну как, скажите, как мне показать, что человек ошибается, злится и любит, как гений? Как великий человек. Голос со сцены и очень просто. Это был голос маленького, плотного, невзрачного артиста Станицына. Станицын, что вы говорите? Мольер должен быть велик. Невзрачный Станицын мгновенно преображается, становится интересным. Он подбегает к актрисе, исполняющей роль Арманды, смотрит на нее свысока, хотя она выше его ростом. Он преувеличенно выпятил грудь, обошел ее кругом, оценивающий ее осмотрел, потом взял ее руку, поднес к губам, коротко поцеловал. Станицын, необычайно надменно. Видите ли, милочка, я вас люблю. Вы счастливы? Потом берет за руку, абсолютно уверенно в своей правоте, утаскивает актрису за кулису. Все смеются и аплодируют. Станицын возвращается. Станицын теперь ошибается. Он берет первый попавшийся костюм, какой-то жакет, надевает на себя все с тем же надменным видом. Жакет оказывается дамским. Он выглядит глупо, оглядывает себя. Станицын вот. Это ошибка. Так ошибка. Великая ошибка великого человека. Все смеются, аплодируют импровизации артиста, который здесь самое место. Разрядил обстановку. Больше всех веселится Станиславский. Станицын, что еще вы сказали злиться? Ну тут звуковое оформление нужно. Гром, молния. Станиславский аплодирует. Прекрасно. Идет прекрасно. Станицын Булгаковым. Голосом Станиславского копируя его повадки. Вот так вот, Сигизмунд Харитонович. Понимаете ли, и нужно играть великого человека. А то он у вас то пьет, то плюет, то женится. Видите ли? А то перед королем дрожит. Ну разве великий человек дрожит перед королем? Булгаков усмехается. Перед королем дрожат все. Станиславский наблюдение артистам. Мотайте на ус. Мотайте Станицын от себя. И потом. Раз уж на то пошло. Мне тоже в роли Мольера кое-чего не хватает. Напишите сцену, как Мольер пишет. Станиславский. И как репетирует Станицын. Да, от него должно веять мощью. Коренева, весьма взрослая, но молодящаяся артистка, говорит аффективно. И Мадлене не хватает психологической глубины. Напишите ей еще одну сцену, а лучше две, в которой бы мы увидели всю бездну ее отчаяния. Голоса артистов и мне не хватает сцены, и мне. Напишите, напишите, Михаил Фанасьевич. Булгаков, господа, господа, я должен подумать. Станиславский. Подумайте. Да, поймите. Правки необходимы. И вы полюбите их. Обязательно. Вы просто обязаны их полюбить. Булгаков, да, но все-таки пьеса разрешена главным репертуарным комитетом. Я должен как-то согласовать изменения с ними. Актеры притихли. Переглядываются, неопределенно шуршат, но молчат. Первым находится Станиславский. Давайте репетировать. Если текст изменить нельзя, попробуем победить его. Да, Михаил Леонидович. Однако у вас характер. Булгаков, я Михаил Фанасьевич. Станиславский. Покорнейше, прошу простить. Актеры на исходные. Булгаков садится рядом со Станиславским, пытается взять себя в руки, но дышит тяжело. Станиславский наблюдает за ним цепким взглядом. Станиславский говорит елейно, глядя на Булгакова лукаво, гладит его рукав. Вас надо оглаживать. Как-то с Антоном Павловичем было легче. Да и с Алексеем Максимовичем. А с вами, Михаил Евграфович. Булгаков Афанасьевич. Станиславский. Тысячу извинений. Булгаков молчит. Ему кажется, что Станиславский специально издевается над ним, чтобы посмотреть на реакцию. Впрочем, возможно, так оно и есть. Актеры приготовились играть. Станиславский. Сцена в церкви, пожалуйста. Музыка. Звучит орган где-то в вышине. Артистка Коренева, молодящаяся 50-летняя дама с визгливым голосом и неестественными повадками, выходит на середину сцены. На ее лице все обездано отчаяние. Коренева Мадлена входит в церковь, кладет широкие кресты, потом опускается на колени, продолжает креститься, бьет поклоны. Выходит епископ. Епископ произносит текст из пьесы Булгакова «Хабала-святош». «Подойдите, дочь моя, вы Мадлена Бижар» Коренева в роли преподает к руке епископа. Епископ, узнал я, что вы одна из самых набожных дочерей собора, и сердцу моему вы милы, я сам решил исповедовать вас. Коренева в роли преувеличена «О, какая честь! Мне, грешницы!» Целует руку епископа, неистово несколько раз крестится и бьет поклоны. Булгаков закрывает глаза рукой.